Всем привет! Всем доброе утро! Я заказала маме на подарок кофеварку. Что мне в ней понравилось? У нее очень красивый стильный дизайн. Она компактная, не занимает на кухне много места. У нее понятное интуитивное управление. Разберется в ней каждый. Также у нее два объема порции кофе. Это тоже классно. Сегодня мы вместе с вами попробуем, чтобы потом я все объяснила маме. И также покажу вам. Вот такая она малютка. Смотрите на меня. Я просто фанат кофе. Я очень люблю кофе. Каждое утро мое начинается с чашечки вкусного ароматного кофе. И мама моя тоже кофе любит. Так что давайте будем пробовать, смотреть. Также капсулы легко очень к ней найти. Мы купили эти капсулы в пятерочке вроде. Отправили кофеварку очень быстро. Все хорошо упаковано. На подарок, как по мне, вообще идеальный вариант. Два объема кофе делает. 70 мл маленькая порция, 110 мл большая чашка. Адаптер для капсул Неспрессо, Дольче Густо. Также Ээси Пот и для молотого кофе. Очень удобно. Капсулу очень легко на нее найти. Многие подходят. Можно также сочетать с капучинатором и вкусными сиропами. Очень простое использование. Наливаем воду. Ставим капсулу. Вставляем в отсек, закрываем и нажимаем на готовку кофе. На первую кнопочку или вторую. Большую вам чашку надо или маленькую. И вкусный напиток готов. Сначала мы сделали просто без молока. Именно на капсуле. Нам такой кофе тоже понравился. Очень вкусный, ароматный. Но будет зависеть от того, какие капсулы вы купите и какой вам больше нравится. И также вы можете варировать молоко добавлять. Кому-то нравится больше молока, меньше. Капучино, латте готовить. Также какао. Очень вкусный кофе. Посмотрите, как красиво смотрится. Также решила попробовать с молоком. Я взбила молоко. Также вставляю капсулу в отсек. Налила воду. Хватает, кстати, нормально 3 чашки объема воды, которая там наливается. Главное не забыть включить в розетку. Я забыла. И нажимаем на кнопочку. И все. Вкусный, ароматный кофе у нас готово. Давайте попробуем. Вкусный кофе. Мне кофе понравилось. Очень быстро готовится. Утром нажал кнопочку, поставил капсулу и все готово. Классная вещь. Также у нее очень приятная цена. Все ссылочки оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите. Классная покупка по приятной цене. Всем приятного аппетита. Давно мы вместе с вами не завтракали. У меня здесь цельнозерновой хлеб с семечками, творожный сыр, авокадо, петрушка, яичница. Тортик красный бархат. Я его украсила вишенкой. Костя мне привез утром. Также кофеечек здесь у нас. Давайте первый глоток кофе. У меня утро начинается всегда только с кофе. Вкуснятина. Чашечку купила в фикс-прайсе. Всем, кто кушает приятного аппетита, берите тоже что-нибудь вкусненькое. А кто просто смотрит? Наверное, кто-то просто смотрит. Я тоже часто смотрю мукбанги и не кушаю. Такая голодная. Хлеб. Это пятерочки брала с семечками. Как-то Улиана попробовала. Мне так понравилось. Что в жизни происходит? Видео будет выходить с опозданием, наверное, в 3-4 дня. У гостей отпуска я стараюсь снимать плюсом. Сейчас он дома, я снимаю. Вчера ездили в город Ульяновск. Брала с собой маму. Хотели покушать. По магазинам прогулялись. Какой хороший день провели. Кто в инстаграме меня смотрит, видел эти уже фотки. Ходили в крузинский ресторанчик. В аквамоле находится антресоль. Девушке очень приятный официант попался. Вот знаете, да? Очень зависит отношение к какому-то заведению от обслуживающего персонала. Как они общаются, как они свою работу делают. Целый день на ногах стоять тяжеловато, мне кажется. Потому что я работала в торговом центре, тоже в Ульяновске, в Куамоле. Там нам нельзя вообще было садиться. Только в обеденный перерыв 30 минут. Все остальное время на ногах. С 10 до 10. Из погоды повезло. Было тепло, даже жарко. Знаете, редко замечаю, чтобы мужчины помогали там девушке с колясок где-то пройти, если она не может. Я помню, когда сюда выгуляла зимой, где-то застревала в снегу, например, да, с коляской. Были случаи, когда молодые люди проходили и хихикали. Типа застряла, смотри. Мы вчера шли с мамой через там подземку, и там такая лестница, ну, пандус есть, но, знаете, страшно как-то туда халяску спускать. Такой он очень крутой. Нам помогли два мужчины. Сначала подумал, что они вместе шли, потому что один спереди, взял другой сзади, спустили. Оказывается, нет просто два посторонних человека. И потом мужчина так медленно с нами шел, 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 и опять помог выйти из подземки. Вот вчера погуляли с мамой, обычно мы с Костей приезжаем на машине там к торговому центру, прогулялись от Пушкаревского к Вамолу. Я вспомнила, как я там работала. Знаете, такая ностальгия, что я там, можно сказать, каждый день ходила везде по этим улицам. Я вспомнила ситуацию, как я возвращалась с торгового центра. Мы возвращались достаточно поздно, после десяти. Было очень темно. Это ведь на осенний период был, потому что снега не было еще. И там, чтобы попасть на другую сторону улицы, надо было дорогу перебегать, а потом идти в подземку. Я вышла с работы, а жила я прям недалеко, буквально пять минут. Хоть бы вот выходишь с работы, и вид один дом впереди. На улице никого не было, ни машин, ни людей. Я иду, и подъезжает машина. Спускаются окошки, молодые люди сидят. Они мне говорят, девушка, давайте мы вас подвезем. Начала Косте звонить, и быстрее идти стала. Я так в жизни быстро не бегала, как тогда. помню в юности могла сесть в машину там с подружкой на попутку к незнакомому мужчине, парню. Я думала, вообще так делать нельзя. ни в коем случае. А если там садитесь, то можно отправить номера. Судорографировать и сказать, я отправлю номера маме, подруге, что я к вам села. Потому что ситуации бывают разные. у меня была ситуация, когда я ехала. Я вроде про эту ситуацию уже рассказывала. Да, рассказывала. Не будем о негативе. Давайте расскажу, что мы еще делали вчера. Также заходили какие-то вещи детям купить. Я вот эту футболочку себе купила, Косте вещи выбрала. Фотки только ему скидала. Нравится, не нравится? Вообще, мне мало что понравилось в магазине. Мне так привыкла к онлайн покупкам, что гулять меня очень сильно утомляет. Как вкусно. садила маму в этот ресторанчик, который мне нравится в Ульяновске. Ей тоже понравилось. так хорошо посидели. Там рядом игровая комната. Германа пока ждали заказ там. Играли мы с ним, потом я его посадила. Он все хорошо сидел, тоже все хорошо поел. Мы достаточно долго гуляли, но я еще вчера не позавтракала, поели мы только там. я уже честно наелся, не хочу бутерброда. Давайте попробуем тортик. Поверну, наверное, к вам. Ничего от этого тортика не жду, потому что у него очень бюджетная цена. на вкус не очень похож на красный бархат. Мне кажется, у меня коржи намного насыщенные шоколадного вкуса. Ладно, пойдет. Хотела для картинки красивое что-то. Такой сладкий. Бисквит влажный, мягкий. Крем я сюда бы сделала свой. Я, честно, наелась. Так чаще хочется проводить время с мамой куда-то ее в новые места водить. Такой сильный вишневый вкус. Там они, видно, вишню всю резинку добавили. Давайте посмотрим. Угу. Прослойка есть ягодная. Вот с прослойкой интереснее, если честно. Давайте попробуем отдельно. Или это клубника? Клубника это, наверное, или малина вообще. Почему-то не могу понять. Вот не конфетюр, а джем. Как варенье. Ммм. С ягодкой вообще вкусно. Черешня сейчас такая вкусная, сладкая. Мы каждый день заказываем доставки. Пока мы с мамой вчера гуляли, Костя с другом своим, ходили, ездили на учебу. Костя совсем. А потом обратно возвращаясь домой, во влоге вы увидите, мы встретили трех лосей. Никогда я их так близко не видела. Могу сюда кусочек ставить. Или для влога оставлю. Во влоге посмотрите. Прям в посадке шли. Костя поснимал на мой телефон. А я от впечатлений даже забыла, что надо снять. Так, ну что, будем прощаться. Было очень вкусно. Спасибо, что были сегодня со мной. Спасибо, что смотрели видео до конца. Я вас очень люблю. Всем пока. До новых встреч.